всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани и сегодня мы будем полностью обозревать смартфон под названием viva x100 разумеется начнем мы с самого стандартного у него есть айпи 68 защита от влаги буду его сейчас топить для вас повторяюсь что так делать разумеется нельзя но так как у него есть защита от влаги я как блогер должен это дело протестировать напоминаю что у меня тонул таким образом iphone 14 про и таким образом тонул получается z flip 5 от самсунга при том самсунг я так и не реанимировал до сих пор минус 70000 если говорить про смартфоны допустим сяоми 14 недавно и сяоми 14 про не утонул и я как вижу в его вроде бы пока тоже но опять же флип у меня погиб чуть чуть позже что случилось с viva и как дальше с ним и что произошло вот с этой моделью конкретно вы сможете узнать в моей личной телеге через несколько дней посмотрю отрубится он или нет то есть вполне возможно устройство погибнет раньше всем привет еще раз вы на канале пользы на это здесь обзоры с человеческим лицом меня зовут сани я тестирую устройство для вас уже шесть лет этот смартфон я купил на олежке это viva x100 как вы видели у него айпи 68 влаги он не боится он все еще мокренькие что с ним произошло повторяюсь в моей личной телеге по ссылке в описании сможете посмотреть что в нем хорошего как я должен вас заманить для того чтобы вы посмотрели этот обзор хотя я думаю если вы смотрите обзор на viva x100 вы примерно знаете что это такое что dimensity 93 20 почти 2 миллиона баллов в antutu супер быстрая внутренняя память супер быстрая оперативка в максимальной комплектации если говорить о экране он чуть-чуть изогнут кому-то водопад нравится мне лично нет но это уже другая история потому что главное что экран волшебный имеет яркость 1000 люксов на максимуме про пиковую яркость я ничего говорить не буду почему потому что пользуемся мы все максимальной яркостью они пиковые вот на этих маленьких участках когда вы в супер ярком солнце и так смартфон будет хорошо себя чувствовать ваши глаза все равно будут видеть на нем информацию как я его уже тестировал логично что перед тем как я сделал обзор я что-то с ним делал уже на твиче его гонял в папке в онлайне на лайв-канал я выгрузил тест мы знаем уже с вами сколько если вы мои постоянные зрители он ест в час помимо этого обзор одним кадром у меня был я всегда подобные смартфоны у которых крутая камера на себя направляю на салфи палки нахожу с ними минут 10-15 рассказываю о них то что я запомнил из важного так вот viva что это такое и чем это едят русский язык разумеется на борту google сервисы все на борту помимо этого классная мощность яркость в играх он практически не сбрасывает если говорить о съемке она везде супер мега крутая но максимальное качество съемки для основной камеры 4к 60fps для фронталки 1080p 60fps фотки просто нереально бомбезный и как многие со мной согласятся начиная с 80 серии особо и менять то в плане фотографии ничего потому что viva всегда был суперским но свои минусы у него разумеется есть о них вы узнаете в обзоре увидите в обзоре и повторяюсь мой канал заточен больше не на то чтобы вам рассказывать про то какой волшебный девайс это в начале мой канал про недостатки так что если вы заряжены на покупку какого-то устройства лучше мои обзоры не смотреть этот тот же смотрим распаковка поставляется viva x100 в черные тактильно приятной коробке на упаковке есть название модели краткая характеристика и лого цейс пакинг шикарные в комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 наносим карты краткое руководство чехол довольно скромные потому что раньше они покруче клали кабель с тайп си на тайп си блок питания на 120 ватт и сам смартфон весит смарт без чехла 206 граммов габариты 164 на 75 на 85 миллиметров без блока камер розыгрыши море читаем описание какие сейчас актуальны постоянно это 5 ми бэндов 8 серии разыгрывается за лайк подписку и комментарий к любому видео ежемесячно помимо этого еще попытаюсь на новый год iphone 15 разыграть но как говорится здесь все зависит от вас условия по ссылке в описании не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок скоро у нас распродажа на али взаимопомощи и мой личный телеграм-канал подписывайтесь с колоколом перейдем же к смартфону полетели поставляется данный девайс в черный красный голубой и белой расцветки тыльная часть белой расцветки выполнены из глянцевого стекла а рамки из алюминия в красных и голубых расцветках тыльные части имеют разные текстуры черная расцветка стандартная с матовым покрытием дизайн устройства стильный круглый блок камер с интересно оформленным кольцом в принципе не новинка копипаст всех андроидов но выглядит он в данной модели по мне отлично что касается сборки материалов то в этом плане все хорошо корпус марки но в белой расцветке отпечатки пальцев на корпусе незаметно что не скажешь про блок камер в любом случае его лучше использовать чехле как в целом и другие смартфоны смарт имеет водонепроницаемость класса ip68 разумеется я его топил по итогу он выжил но если в ближайшее время он выйдет из строя обязательно об этом вам сообщу в моем телеграм-канале лежит x100 в руке удобно конечно он не компактно использовать его одной рукой затруднительно но можно также отмечу что развесовка данной модели хорошая верхняя часть при использовании смартфона сильно не перевешивает на корпусе расположена кнопка питания качели регулировки громкости люфт у них минимальный к слову юсб тайп си от ага версии 20 за что однозначный минус потому что сяомишки в своих флагманах уже пихают третью версию а маша подключения смартфон не поддерживают далее есть микрофоны и динамики с поддержкой dolby atmos а звучание стерео но не полноценное так как разговорный выступает в роли основного так что я считаю это полуторкой легкий перекос по громкости есть но по звуку довольно качественно все при этом кастомного эквалайзера на борту нет предустановки же есть миниджека нет а и к порт в наличии bluetooth аудио кодеков достаточно на экране вы видите все что он поддерживает смартфон также оснащен oled 8 лтп дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей полтора к разрешение можно изменять в настройках и скажем прямо она почти флагманская соотношение сторон 20 к 9 соотношение экрана корпуса 93 процента имеется поддержка 1,07 миллиарда цветов технологии hdr 10 плюс цветовой гамма сто процентов 10 п 3 контрастность 8 миллионов к одному и плотность пикселей шикарно 453 ппи но топовые я напоминаю я считаю от пяти сотен ппи рамки симметричный вырез под фронтальные камеру не громадный цветопередача отлично углы обзора хорошие есть конечно ощущение совсем под углом у под 170 градусов что экран чуть-чуть желтит но вы прекрасно понимаете что у любого экрана будет подобное либо зеленит либо синим будет отливать чуть-чуть здесь еще от вашего зрения все зависит персонализировать экраны интерфейс под свои предпочтения можно без проблем хорошо что есть достаточно много настройка функции для комфортного использования смарта но в принципе как и во всех вивовских аппаратах пиковая яркость 3000 нет по моим замерам экран выдает 1000 люксов при том повторяюсь что это в максимальной яркости не в пиковой без всяких режимов hdr то как вы будете это дело использовать но в тех же условиях самый дешманский iphone 15 выдает 1400 люксов солнечный день при прямом попадании света на экран яркости хватает пользоваться смартфоном можно без проблем запас яркости хороший автоматическая регулировка яркости отрабатывает быстро и корректно частота обновления экрана 120 герц с адаптивным режимом тест на дискретизацию касания вы можете наблюдать на экране результат не супер хороший и в играх мне он не особо сильно нравился экран откликается на 10 касаний одновременно но не быстро а с подглючиванием у них вообще какая-то странная история началась в экранах сначала с айку 12 про теперь с ним частота регулировки шима 2160 герц на 100 процентах яркости шим 22 процента на 80 21 на 36 на минимальный 13 на 0 и 4 в принципе неплохо always on display разумеется в наличии полноценный разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного под экран распознавания лиц и стандартными способами разблокировки сканер отпечатков пальцев работает хорошо ко всему зона распознавания сканера довольно большая что удобно завести несколько одинаковых отпечатков пальцев нельзя за что плюс распознавание лиц срабатывает быстро и даже под углом завести можно до двух лиц и до пяти отпечатков пальцев летим дальше процессор установлен mediatek dimensity 93 2 0 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами максимальная частота у него 3,25 гигагерца графический процессор mali g 720 immortals mp12 по приросту мы имеем производительность процессора на 40 процентов а снижение энергопотребления на 33 процента производительность графического процессора на 46 процентов и снижение энергопотребления на 40 процентов но если честно это все рекламные слоганы почему потому что по мне 93 2 0 работал отвратно вы увидите это в тестах и не только потому что я в твиче его когда гонял хорошо он яркость не сбросил но в то же время поедает он заряд просто космический в игрушках очень сильно залочена графика как будто это средняк но это уже другая история операционная система origin os 4 на базе андроида 14 версии русский язык на борту перевод неплохой а шрифт можно поменять в настройках оперативная память lpddr5x доступна на выбор 12 или 16 гигабайт также есть версия 16 гигабайтами узел типа lpddr5t внутренняя память ufs 4 0 на выбор 256 512 гигабайт и 1 терабайт имеется поддержка высокоскоростного вайфая 7 серии технологии dual 5g поддержка 5g сетей которые не для всех актуальны но хорошо что они есть для 4g 7 band на борту 20 нет связь смартфон в больших городах ловит отлично звучание во время разговора хорошие микрофона как и датчик приближения не подводили к слову поддержки и 7 нет что стандартно для китайских версий смартфонов у них он запрещен есть запись звонков без уведомления собеседника о начале записи вибромотор тактильно приятный и настраиваемый bluetooth последней версии 5.4 nfc поддерживается можно устанавливать мир пэй и оплачивать покупки nfc модулем gps тест показывает точность в один метр но смартфоны на процессорах от qualcomm они медиатек исправляются с навигацией корректней и вот последние gps тесты у последних процессоров от медиатека показали что они прям совсем плохо работают при том не только в вивовских аппаратах почитайте форумы идут они не тем путем емкость аккумулятора 5000 миллиампер часов писи марки смартфон выдал космические 8 часов 21 минуту при опять же максимальной яркости 120 герцах экрана work performance и 13366 не рекорд но неплохо смартфон поддерживает быструю зарядку на 120 ватт но без проводой зарядки нет за что минус он же должен чем-то от x100 pro отличаться правильно кроме основного модуля заряжается он от 0 до 50 процентов за 14 минут от 0 до сотки за 33 минуты при просмотре роликов на ютюбе у меня за час уходит 6 процентов заряда иногда даже 7 на максимальной яркости в играх с одновременным стримингом на твиче за один час уходит среднем к 34 процента что это нереально много яркость сбрасывалась но фактически незначительно почему потому что когда у тебя 1000 люксов и он сбрасывает до восьми сотен люксов ты просто не замечаешь 800 люксов очень комфортная яркость для игры перейдем же к тестам троттлинг тест при 60 минутах посмотрите на эту стабильность я даже не хочу озвучивать эти тесты все настолько печально и вот он медиатек топовый в гикбенче шестом в сингл коре 2241 мультикоре 7289 джиппи open sales core 14264 3d mark показал solar bay 7226 solar bay стресс тест 7055 вайл life 4599 wildlife extreme 4545 wildlife stress test 4596 wildlife extreme stress test 4583 slingshot extreme на максимуме slingshot 6715 что очень странно что он не максимум в antutu выдал результат в 1 миллион восемьсот тридцать девять тысяч баллов потратив 12 процентов заряда что очень много температура поднялась на 14 градусов это вообще нереально и вы обратите внимание на все эти тесты на стабильность процессора то что он в 3d марки в solar bay устроил и как многие скажут ну посмотри на цифру он со своими 30 процентами лучше чем остальные нет не лучше посмотрите на цифры все очень плохо сторож с показал 167000 стресс тест прошел стандартно для медиатек опять же не назову это супер удачным процессором если они не будут ничего допиливать основной блок камер с тыльной части состоит из трех сенсоров и тройной для вспышки над камерами viva работала совместно с цейс что уже привычно основной сенсор висе с бионик sony amx 920 на 50 мегапикселей с апертурой 157 лазерная автофокусировка оптической стабилизации к слову как он работал одним кадром можете посмотреть на лайв канале я всегда там делаю быстрые обзоры на смартфоны которые мне нравятся беру smart и в течение 10 минут о нем рассказываю снимая это все на основной модуль разумеется всегда в движении с изменением света и я не скажу что этот смарт отработал волшебно я бы даже сказал что он хуже чем прошлое позапрошлая линейка отработала посмотрите обязательно кому нужна камера там максимально репрезентативный пример притом таких примеров практически на все смартфоны с моего канала там море сверх широкоугольный сенсор samsung джиан один на 50 мегапикселей с апертурой 2 и 0 и углом обзора в 119 градусов и телефото сенсором не vision о в 64 бина 64 мегапикселя с фокусным расстоянием в 70 миллиметров оптической стабилизации имеется трехкратный оптический зум запись видео доступно в максимальном разрешении 4к 60fps фронтальный сенсор на 32 мегапикселя максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60fps в то же время у сяоми уже 4к в его флагманах фотографии получаются очень шикарные любом случае короткие примеры и сравнения вы увидите ко всему исходники всегда можно посмотреть в моем личном телеграм-канале и цвета он что в видео что фото очень сильно перекручивает но он делает их приятным для вашего глаза 4к 60fps iphone 15 против и вы их 100 разумеется с точки зрения стоимости абсолютно не одинаковые девайсы и даже яблоко чуть-чуть красит небо но по сравнению с тем что делают viva это конечно небо и земля потому что viva красит капитально на яблоки можно переходить на ультра ширик и наверное это не совсем комплементарно потому что надо было бы с каким-нибудь 12 айфоном сравнивать по стоимости так как яблоко практически не теряет в стоимости а все остальное очень сильно теряет и иксы максимум их 6 на яблоки x5 на viva видите сами когда мы приобретаем их 100 и сейчас основной модуль придумаем что снимает классно снимает классно для андроида для андроида может быть с каким-нибудь с 23 и у меня если честно желание нет почему потому что viva всегда снимают хорошо претензий мне к нему нет однозначно так примерно вы сможете снимать и но кстати выселение голоса не было включено на виву вот сейчас я включил поселение голоса на вивы и разница должна быть побольше притом не факт что это положительно река 60fps на айфоне 1080p 60fps на viva вот так вы сможете себя снимать какой правильный цвет я думаю вы догадываетесь что правильный цвет у футболки все-таки а-ля пола у яблока что естественно про облака я думаю вы тоже так думаете что вряд ли у меня сзади fallout ждем сериала и к 60fps на яблоки 1080p 60fps на вива x100 и вот так кстати я не особо дикой разницы свежу у света на яблоки отражается солнышко красную вот она вот так говорится понеслась главное чтобы не растянуться вот так примерно вы сможете снимать никак iphone нормально не могу взять на iphone 15 вивы x100 движение ну важно же как в движении будем снимать правильно тем более вертикальных видео по моему уже становится больше чем горизонтально особенно отмечают друзья я понимаю что если вы полноформатный обзор смотрите еще и до этого момента разумеется вряд ли вы очень сильно подсели до шорты но шорты разрушают сознание это прям миллиард процентов и ни один человек вам об этом скажет ни один психолог самое важное мы помним прекрасно что определенные мутации которые у нас жизни происходят мы становимся быстрее умнее воспринимаем быстрее информацию они хорошие но какие-нибудь развлекательные ролики по 15-30 секунд или минуту которую вы листаете в течение получаса понятно что не обязательно о видите животное 3 мне туда идти ну ладно будем надеяться что меня никто не съест так вот все эти шорты это все-таки плохая тема усиление голоса на вивы x100 включено вивы x100 проблю будет еще то есть x100 про я купил в двух цветах при этом еще кстати айку 12 кстати тоже в двух цветах купил но они еще от разных магазинов мне пока не пришли их мы будем топить потому что там у нас есть по моему айки 68 а вот что я не знаю еще пока не проверял выглядит креповато ну главное главное вы можете сравнить картинку правильно все остальное мелочи жизни напоминаю что на вивы x100 разумеется уже на лайв канале есть тест его в плече параллельной игре в папке на лайв канале также плюс-минус тех же условиях будет обзор одним кадром где вы можете оценить как без рендеров если напрямую вы будете выгружать данный обзор на канал как он будет и в целом вот так если вы это видите я дошел надеюсь до локации возможно когда вы этот обзор уже видите либо я уже вернулся с вьетнама либо поехал в вьетнам поеду с этим смартфоном но фотографирую много всего и исходники как в с 23 ф еда допустим и также кстати вот так интересно с 21 был эпичным с к 23 я как-то как-то странно пока скачивать в моей личной телеге исходники на момент узнания прилично и делайте выводы но повторяю что вивы x100 с любыми фильтрами безумно выкручивает цвета и мне там могут до упора кто-то убеждать что это не так понятно что у них альтернатив нет они не могут сказать что у яблоко цветово натуральные потому что раз подписчики заклюют два магазина заклюют меня только подписчики это мне кажется что те кто хочет меня закрывать ну ладно пусть дурачок говорит что хочет вот вива нам близко к сердцу мне кстати вива не менее близко к сердцу потому что можете посмотреть я тоже восьмидесятый покупал вид я полу все линейки всегда покупаю от них кайфу но хочется чего-то большего от них а большего это не попытаться выкрутить цвета или попытаться 8 бит ферси продать вам в телевизорах да потому что это приятнее и сочнее чем 10 бит и вы не видите просто-напросто всю эту палитру и вам кажется что он лучше многие и не говорю про всех то же самое смартфона они должны нас приучать к хорошему бороться со злом они примыкать к нему ну что 4к 60 fps на яблоке 1080p 60 fps на viva x100 и немного в движении уже в таком приятном освещении когда солнце не бьет в глаза свет максимально рассеянны никаких у нас здесь нет даже небольших теней в целом картинка скажем прямо максимально удобная для смартфона и вы посмотрите кто здесь сливает точки то вот такая вот интересная история получается что мы тут топим за яблоко а цвет на фронталке не тот ни у другого не по того ни у другого вода неправильно по цвету вот но футболка правильно на яблоке цвет лица тоже ближе яблочный хотя чуть-чуть бледный но неплохо у обоих что же съемка 4к 60 fps опять меня закидают шапками и остальными элементами одежда почему потому что сравнивать вроде такие два устройства не стоит а по мне стоит почему вот смотрите я вижу здание а вы видите здание и здесь можно на ультра шире походить на яблоки она вивая здание не вижу шумов на яблоки большему информации в разы тоже больше насчет фотографии фотографию начну значительно дольше делает яблоко это прям однозначно я каждый раз буду вам вспоминать что по мнению большинства у айфона ужасный микрофон чем опять же я соглашусь только чтобы от меня стали я просто знаю как обрабатывать звук и то что получает ладно не будем и второй момент это фотографию хотя iphone делает ночную долго но в то же время статисток вообще что он кризис но потом в записи обычно этого нет яблоко так вот если говорить о смарте то но даже посмотрите я здесь вижу бассейн слева на яблоки а справа я на его ничегошеньки не вижу вот почему я сравниваю с яблоками с андроидами вот смысл одно с другим сладкое со сладким давайте сладкое с соленым понятно что это абсолютно два разных устройства но x100 это субфлагман для флагманов потому что x100 pro не особо сильно отличается но чуть лучше модуль основной беспроводная зарядка но вы понимаете что не особо сильно по модулем камер только потому что процессор тот же экран тот же а яблоко это просто дешманы среди яблок которые продаются просто просто дешман 60 герцами 4к 60 fps съемка с двух рук вы увидели самое страшное что именно это заход в лифт и самое сложное потому что там было темно сейчас уже светлее и это два смартфона 4к 60 fps вот так вы сможете себя снимать при искусственном освещении ревибрации здесь по полной программе отражение звука то есть микрофоном должно быть не очень хорошо оба смартфона в чехлах яблоко тяжелее значительно потому что у него ауговский чехол либо чуть-чуть легче потому что он в своем штатном чехле но при любом раскладе вот так вы сможете себя снимать с этих двух смартфонов и по мне я не знаю наверно вам будет виднее что лучше снимает потому что фронталка ночь искусственном освещении вот так вы сможете себя снимать в движении разумеется без движения смысл сравнивать и да конечно если бы я вставлял пример с его они бы были приятнее лучше и прямом субтексте продавал прямым текстом продавали бы этот смартфон в разы эффективнее но мы же не ищем легких путей на сцене и продажа понять насколько хорош смартфон яблоко тоже не идеально ему есть куда стремиться но 3к 60 fps съемка в двух рук ночи и вот так вы сможете снимать если будете стараться снимать плавно с этих двух смартфонов два довольно освещенном месте принципе если посмотреть на значок макдональдса наверное все одинаково справляются если посмотреть как они справляются со светом ну его чуть-чуть проигрывает но в целом съемка на тот она другой аппарат очень даже по мне достойную посмотрите лошадь точнее конь наш личный конь и у кого первого появится адекватная картинка не тот не другой смарт цвете не угадывает может быть чуть чуть ближе по коню яблоко а вот по цветам ближе был его вот так можете снимать опять же решать вам и фронталка тех же условиях относительно неплохая 4к 60 с 1 и 1080p 60fps и другого говорится последний заход практически все элитные смартфоны в этих неприятных условиях тестирую для чего чтобы вы могли сравнить вот как работает со светом в дальней перспективе viva вы видите он проигрывает по фонарям яблоку по поводу всего остального решать вам наконец включили эту надпись и мы можем оценить насколько хорошо с надписью работают два смартфона опять же все видите сами по большому счету нечего больше сравнивать ночью хотя все относительно 4к 60fps съемка с двух рук айфон 15 против viva x100 и вот так вы сможете снимать против солнца получается против солнца однозначно кто-то лидер мы не будем об этом говорить правда достаточно того чтобы выбрать ну что же начнем самое неблагодарное занятие по моему мнению это сравнение фотографий почему потому что хотите сравнивать пожалуйста можете благополучным образом посмотреть мою личную телегу я уже скинул эти файлы можете сравнить сами яблоко выдал у нас со в 50 апертура 1 и 6 постарался сделать аля художественную фотографию почему аля потому что все это как говорится относительно viva сделала апертуру 16 со 72 и что я здесь вижу фотография на виво намного более наверное живая с одной стороны но с другой стороны повторяюсь что и говорил в видео на viva фотографии выкручены цвета то есть зеленого здесь было намного меньше опять же визуально для моего глаза если рассуждать по поводу того как кто прорисовал небо по мне плюс-минус все одинаково то есть на таких фотографиях особо не найдешь победителя почему и там и там по мне они довольно шикарно вот здесь более у вива приятная фотография потому что она приятнее глазу хотя цвета не соответствуют ну и переносимся в архитектуру почему потому что интересно как все это будет дело выглядеть при съемках днем с хорошим освещением то есть был уже закат что мы здесь видим если вот здесь брать зеленое полотно допустим либо вот этот дальний корабль то можно поспорить у кого история лучше с детализации хотя здесь плюс-минус опять же все одинаково чтобы понять насколько в разные фотографии можно в принципе отдалить посмотреть но здесь тоже не замылены ничего здесь он контраст выкрутил опять в его опять же мое субъективное мнение iso 172 апертура 16 у его у яблока апертура 16 150 если посмотреть на небо мне больше не бы нравятся на яблоке по цвету то есть здесь был не вот такой цвет опять же по детализации плюс-минус одинаково плюс-минус хотя если брать арматуру допустим тоже то же самое не вижу особой разницы в общем в этом сценарии использования не плюс-минус одинаково и фронталки ночью напоминаю что у его все попроще апертура 2 и 0 и 100 512 у яблока апертура 1 и 9 и 100 500 и давайте по деталям посмотрим кстати не такая особо сильная разница бы не сказал что его прям люто проигрывает даже не сказал что она проигрывает только если по цвету футболки чуть-чуть она проигрывает по цвету футболки чуть-чуть вот здесь по детализации если посмотреть но в целом очень достойный снимок хотя если вот так посмотреть разумеется яблоко мне больше нравится здесь еще какой-то засвет появился хотя место одно и то же для обоих ну и ночная фотография напоминаю разумеется я все 10000 раз протираю и если посмотреть допустим на освещение как-то поработал со светом по мне яблоко здесь проигрывает чуть-чуть в ближнем свете в дальнем но тоже бликов чуть чуть больше если по поводу людей то может быть яблоко чуть-чуть лучше по поводу ощущения от всей фотографии либо дальних объектов допустим ну да чуть чуть лучше яблоко мне кажется может быть вы не согласны но в целом по фотографии в этих условиях паритет то есть фотографии хорошие там и там флагманские назовем это так если рассматривать какие-нибудь вывески да видите здесь получается выигрывает все-таки viva на резюмировать я бы хотел такой фотографии почему потому что каждый всегда фото найдет свое что-то и я надел этих фотографий высоком разрешении моментальных снимков просто море смотрите в моей личной телеге скачиваете исходники оценивать в ваших сценариях использования как отрабатывать данный smart единственное принципиально не использую ров почему потому что 99 процентов пользователей будут режим в режиме автомат либо каких-то стандартных режимах используют то есть либо моментальный снимок либо еще что-то viva фоткает классно viva фоткает быстро даже неудачные фотографии разумеется выложил но их здесь по минимуму войку у меня неудачных фотографий было намного намного больше ультраширик 4к 60fps можно переходить на 23 миллиметра с 15 миллиметров одним нажатием можно усиление голоса включать и x максимум получается ширик не перейти с ультраширика основной модуль 24 23 миллиметра 60 fps 70 миллиметров и и 46 46 вообще какой-то шум лютый x3 тоже шум но сами видите x5 вот x1 очень красят небо прям вообще конкретно я уже как не извращался украсит зато красиво как говорится фронталка 1080p 60fps неплохой кстати вариант развития событий и я бы сказал что у айфу xiaomi 1414 про картинка была не лучше однозначно несмотря даже что там было 4к 60fps но вот эта фронталка она ужасно тем что когда-то кружочки в телеге записываешь тебе нужно руку просто вытягивать по полной программе можете посмотреть уже примером моим лично телеге это кстати вот сейчас разница без усиления голоса вот сейчас я записываю до этого с усилением голоса вот если без сравнений 4к 60fps съемка с одной руки виду медленно стою там же где усиление голоса включена стою там же где подснимал сравнение с айфоном 15 вот так вы сможете снимать в различных условиях обстановки кстати цвета чуть чуть лучше чем при хорошем освещении сейчас уже полегче смартфону но все равно по фото у меня к нему много вопросов и контрастом конкретно выкручивает вот сейчас цвет абсолютно не соответствует потому что солнце отражается я вижу одно а смарт ловит другое опять же его право x2 x3 фронталка в тех же романтичных условиях которых мы сравнивали уже с айфоном 15 вот притом это было до этого фронталка в 1080p 30fps сейчас 1080p 60fps и конечно поплав поплавнее все 3к 60fps основной модуль смартфон в чехле включено усиление голоса я вам скажу с одной стороны смартфон просто лютейшим образом тормозит когда ты делаешь ночного фото но с другой стороны он нереально круто по мне их делает то есть я не ожидал этого качества фотографий хотя опять же вот посмотрите здесь огни прям сливаются на видео с другой стороны вот там уже все лучше это основной модуль x3 теперь ультраширик 4к 60fps к сожалению на основу нельзя переходить с него но как говорится перетерпим с другой стороны можно было бы переходить на фронталку только фронталка меньшего разрешения это тоже делать нельзя но если ты снимаешь уже в 1080p 60fps можно уходить на ультраширик можно делать x3 можно x2 делать и до переходить на фронталку хотя лучше это конечно не делать ночью но с другой стороны хотя бы ответ на вопрос что они не могут 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 но только видите в разрешении которая поддерживает фронталка хотя по большому счету какая ну да файл получается 4к 60fps записать если 4к 60fps принципе логика ясна а мораль какая конечно надо делать фронталку просто 4к 60fps хотя бы как xiaomi пусть она не волшебная но все равно есть еще раз ультраширик так ну что съемка с одной руки в движении которая практически никому не нужна ночь при этом но может быть кому-то нужно и будет основной модуль 4к 60fps viva x100 и напоминаю что их стоит 100 про имеют разные модули но я не их сравниваю плюс разумеется и что про я тоже приобрел вот так вы сможете и плюс еще ветер кстати снимать на этот смартфон в движении добавлять ничего не хочется почему потому что вам делать выводы вам делать выбор но напоминаю что каждый раз когда вы видите любой пример любого видео или фото на youtube помните что вы смотрите свой экран ролик имел рендер и кодировку другую отличную от ролика и кодировки самого смартфона плюс еще youtube сжимал ну проще говоря допустим самые 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 наверное прямолинейный обзор это у меня обзор быстрым кадром на все смартфоны где она основной модуль рассказывал о смарте одним кадром на лайв канале и загружаю его потом но при любом раскладе он все равно рендерится ютюбом и потом вы видите уже в другой кодировки сжатый файл сжатый звук слушаете с микрофоном и там во всяком случае минимальное количество изменений ну а если вы это дело видите в ролике допустим тот же не знаю тоже разрешение получается апскейл небольшой когда ты снимаешь 1080 и 60 fps а сам ролик у тебя в 4к 60 fps и некоторые программы сами по себе улучшают качество видео хотя youtube опять сжимает 8 в целом надо смотреть на конкретные вещи конкретные примеры то есть для кого-то будет важно вот такой пример когда ты движение снимаешь как мне писал один подписчик саня а где посмотреть примеров движения это наверно первый раз за два года кто-то сказал что ему нужны примеров движения и фактически он даже не знал получается что я снимаю иногда на камеру во время движения байки очень странные дела но вот так а лучше разумеется для микрофонов держать это все дело поближе микро будет тяжелее и разумеется я вам напоминаю 1000 раз что нельзя так делать нужно держать две руки на руле я не курить параллельно и перед этим не садиться за руль с остаточными признаками какого-либо объединения разумеется иметь права знать правила дорожного движения и проверять средства перед движения перед поездкой тормоза и все остальное все кому захочется житейские какие-то моменты свои под снимать вот так будут грибы выглядеть при жарке опять же футблогинг пора вы это без дополнительного освещения обычный теплый свет вот вытяжки x3 шикарно снимает снимает по мне шикарно и никто не поспорит да и вообще вся линейка вива с 80 по моему даже снимала просто нереально бомбезно хотя опять же натуральность можно и поспорить вот сейчас чуть-чуть все темнее ладно и еще немного житейских примеров стандартно заходите записывать как картошку с грибами жарите вот так это все будет выглядеть через вилла и телевик аппетитно если да готовьтесь стать футблогером ну и разумеется ультра стабилизация работает только в 1080p 60 fps но это 4k 60 fps обычного стаба по мне хватает за глаза для того чтобы что-то там подснимать так на продолжение банкета самое главное хочу отметить что опечаток пальца у меня работает плохо сканер я не знаю у кого он хорошо работает но надеюсь это дело допилит вот так вы сможете снимать 4k 60 fps садовое движение не очень быстро 50-60 км в час так что это не получается в солнечном свете не особо прям дико ярко но достаточно ярко вот так по мне неплохо напоминаю что футболизация включается только в 1080p 60 fps но по мне это уже не то что извращение нужна футболизация покупает по упропу как говорится опять же мне так кажется если говорить про смартфон еще какие-то недоставки как говорится это бонусы за то что вы смотрите подобные примеры тач отрабатывал не очень хорошо во время папки и в принципе тест на количество баксов вам показал как раз то что вы делали 8,8,9,10,20,1,5,6 то есть что-то с тачем не то не возможно кому-то опять же заветный гибр для тех кого идентичны потому что я вижу ярче контрастнее и приятнее сочнее чем в жизни ну и такая вот дневная фронталка так делать нельзя уж тем более нельзя смотреть камеру 4к 60 fps и вот в этих условиях я снимал обзор одним кадром можете посмотреть на лайв канале икс и x3 смотрим x5 максимум 4к 60 fps это для тех кто не понимал почему у меня глаза вываливаются из орбит когда делал обзор одним кадром я шел вот сюда наверх то есть здесь уклон не знаю но есть не 70 градусов на р70 и в жару не особо приятно даже если ты уже заряженный смотрите как солнце интересно отражается неравномерно точнее равномерно хотя она здесь неравномерно не идеальная картинка хотя с другой стороны а что тогда идеально еще совсем чуть-чуть фронталки в максимально комфортных условиях 4к 60 fps и еще немного еды даем футблогинг никакого дополнительного освещения нет просто обычные лампы при том довольно высоко домашние и вот так сможете снимать еду минусы нет беспроводной зарядки нет 20 бэнда довольно приличная стоимость хотя и не космическая и мне не понравился touch прямо конкретную цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео она сейчас лояльна потому что в глобалке я боюсь представить сколько он будет стоить не забудьте подписаться на телеграм канал скидок взаимопомощи ему лично телеграм-канал всем кто посмотрел этот ролик огромное спасибо знайте вы помогаете проекту если человек поставите двойное вам спасибо смотрите у нас есть девайс он стоит примерно так же как о по find x6 про который не хуже в принципе единственное что я могу сказать от себя что пока мне кажется если у вас прошлой линейка 90-х обновляться на сотую смысла нет по картинке по видео по основному модулю я могу вам сказать что либо процессор не едет либо лыжи не едут либо я что-то не понял посмотрите обязательно пример на основную камеру почему потому что я ожидал большего то есть если говорить о том чем я хожу почему я хожу с айфоном у него лучше автофокус что происходит с андроидами одни лучше другие хуже допустим клавеев скому автофокуса привык хотя он тоже не суперский но у вива до этого с марта я видел даже сырые устройства намного лучше напоминаю мне никакой не рендер ни от какого не магазина я также как и вывод стори тейлингом купил этот смартфон он мне пришел с 11 11 с алиэкспресса я его вам погонял рассказал о нем если он не умрет я его еще и продам вот и мое ощущение что что-то здесь не допили на пока и не допили на основной момент они решили сэкономить и взять mediatek овский процессор поддерживали а такое решение нет 34 процентов в час в папке это очень много учитывая что папка был не на максималках посмотрите на лайв-канале есть запись если бы он был на максималках я бы ему вот такую смартфону хлопала говорил ничего себе он сбросил только 200 люксов 800 люксов на часовой игре в папке еще и автоматом он выбрал 1080p 30 fps стриминг это прям нереально круто если вы правда из тех кто скажет смартфон это не про игры хорошо если вы как скажете но он не про съемку он про мобильную фотографию я скажу тоже хорошо но у меня есть sony fx 3 у меня есть бешеное количество смартов вот этот смарт рисует вам красивые фотографии но он рисует то есть он реально меняет цвета так чтобы вам нравилось опять же это мое субъективное мнение я не хочу то есть я один наверное из тех кто все время говорит о viva круто real me q круто айку круто это крутой смартфон если у вас не было до этого прошлой линейки 90 если у вас нет о по find x6 про для примера которые полгода назад были отличный смарт к процессору у меня вопроса и я не думаю что они что-то с медиатеком сделают хотя опять же выгодно всем вам это дело продавать почему потому что медиатек дешевле и вроде бы трубка становится дешевый и вроде экран класс и защита от влаги и заряжается он за 30 минут и в играх яркость практически не сбрасывает и фото классные видео классные и альтернатив то тоже море то есть даже в эти деньги альтернатив море а еще у сяоми есть теперь фронталка в 4к 60 fps и той психник третьего поколения и в этой ситуации я считаю что бибике и вот со своими вивайку и остальными чуть-чуть где-то не догоняют мне нравится больше в его риме а по айку чем сяоми из флагманов потому что сяоми 14 14 про я тоже не рекомендовал но сяоми 13 он был мега топом соотношение цена-качество и того что вы получаете по сумме факторов если вам не нужна супер бомбезная камера здесь к слову камера чуть-чуть хуже чем в опять же по отзыву viva x100 про хотя медленнее зарядка у viva x100 про x100 про я купил в количестве двух штук они мне до сих пор не пришли также как купил айку 12 про мне его сразу послали айку 12 их купил 2 и один из них мне послали только через три недели 2 все еще не пришел мораль я как пользователь говорю этому смартфону однозначно и да но как блогер я вам говорю в тысячный раз вот это не та история чтобы бежать и не обдумывая покупку покупать нужно посмотреть альтернативы что вам будет ближе к сердцу чем вы будете ходить с радостью потому что в смартфоне мы проводим практически все свое время то и стоит брать плюс здесь еще и не прямые грани с прямыми гранями вот лично мне удобнее играть у вас может быть по-другому то есть устройство добротная классная с огоньком в каком-то смысле девайсу повторяюсь от меня да не забудьте подписаться на канал с колоколом написать в комментах чтобы еще купить на обзор не забудьте подписаться на телегу скидок взаимопомощи мой личный телеграм-канал тем более сейчас распродажа налички начинается и вполне возможно там будут цены намного приятнее чем были даже 11 11 почему потому что не с телега отдельная не для страны снг и там пробить и жирнее чем в черную пятницу сейчас какие-то нереальные кроме киоли очень хочется продавать это хорошо добра и удачи вам дорогие друзья огромное спасибо за просмотр надеюсь лайк поставить и